ПОВТОРЯЮ ЗВУКИ ИЗ МЕЛОН ПЛЕЙГРАУНД В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ Итак, друзья, всем огромный привет, кто выжил после 1 января, и в сегодняшнем видео мы с вами повторим звуки из Мелон Плэйграунд в реальной жизни. То есть, как это будет? С первого мы с вами запишем звук какого-то предмета в Мелон Плэйграунд, и потом мы это попытаемся повторить в реальной жизни, точно такой же звук попытаемся сделать. И в сегодняшнем видео мы также будем еще оценивать эти звуки по 10-балльной шкале, так же ты можешь писать в комментариях, похожий этот звук или нет. Не забудьте перед видео поставить лайк и подписаться, потому что видео получилось очень пушечным. Давай, мы в тебя все верим, ставь лайк, подписывайся, так же пиши свой комментарий. Ну и мы погнали к видео. Итак, друзья, вот мы с вами заходим в Мелон Плэйграунд на первую карту, вообще без разницы какая карта, самое главное это запечатлить звук. Первое мы выбрали снеговик. Всего, что мы видим, мы с вами повторим звуки снеговика, стеклянной бутылки, одевание одежды на Мелона, звуки кирпича, деревянной стены, резиновой шины, пистолета водяного, ну и спасательного круга. Сперва мы с вами будем слушать звуки снеговика, а потом уже мы разберемся, что будем делать дальше. Вот, звуки снеговика. Слушаем. Это как он упал, теперь как он разбивается. По-моему, вообще, ну и тут. Ну, то есть мы слышим звуки снеговика, как он ломается и как он стучит, это одно и то же получается. Вот, слушайте, вот смотрите, он падает, вот, и он ломается. То есть почти одно и то же, только где он ломается, звук немножечко сильнее. Я думаю, для снеговика подойдет, разумеется, снег. Да? Я так не уверен просто. Ты послушай эти звуки, как будто я не знаю, это, мешок, ячменя какой-то, мнут. Пошлите на улицу. Короче, друзья, вот мы вышли на улицу, сейчас мы с вами будем записывать звук снега. Погнали. Во-первых, нам нужно выбрать хороший снег. Ну, я думаю, этот, в принципе, подойдет. Ну, этот, в принципе, тоже, я думаю, подойдет. Берем их. Записываем звук, как спавнится снег, снеговик, как спавнится снеговик. Я с ума схожу. Просто у нас сейчас еще утро. Мы еще не отошли от спячки после Нового года. Друзья, всех с Новым годом. Погнали. Слушаем. По-моему, это не было ни хрена похоже. Давайте еще попробуем. Не знаю, что-то из этого выберем и проверим, работает это или нет. Но мне кажется, что-то у нас немножечко не получилось, да? Все, пошли. Итак, дорогие друзья, дальше у нас идет предмет чай. Давайте мы с вами послушаем его на звук. Как ломается? Ирантично. Итак, друзья, пойдемте повторять. Искать предмет, который будет похожий на этот чай. Мы нашли предмет, который подходит. Спустя долгое время мы нашли предмет, который подходит под звук чая. И это оказался футляр для очков. Я очень радовался ей недолго. Думаю, я сел записывать звуки чая. Не хочется плакать. Не хочется стучать. Я думаю, похоже. Следующий предмет, который мы повторим, это арбуз. Давайте, погнали. Слушаем, как он приземляется. Как только я разбил арбуз, я стал думать, какой же предмет подойдет к разбиванию арбуза в Мелон Плейграунд. Я думал, и в итоге мне пришла гениальная мысль. Мне нужен тазик и тряпка. Подумал я и пошел их искать. Надеюсь, это сработает. И в итоге, где бы я ни искал этот тазик, я его не смог найти. Здесь было все, кроме тазика. Где эти сраные блюдицы? А потом мы нашли этот тазик и приступили к озвучке звука. Мне хочется плакать. Мне хочется стучать. И спустя множество попыток у нас получился звук, похожий на разбивание арбуза. Ну, это все равно было не разбивание арбуза. Оригинальный звук. Повтор. Итак, друзья, следующий звук это у нас одевание одежды на Мелона. То есть мы на этого чертова арбуза оденем какую-то вещь. И вот эти шорхани надо будет повторить. Ну, что ж, не будем тянуть. Погнали. Ну и то есть мы слышим шорханье. Давайте пойдем и повторим это. ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО Итак, друзья, следующий звук, это звук кирпича в Мелон плейграунд, погнали. Мы уже в Мелон плейграунте, вот я беру кирпич, вот, слушаем звук, как он падает и как он бьется об стену. Чтобы повторить звук кирпича, нам понадобится... Шкатулка! Ну согласитесь, что слышен звук кирпича? Ну он чем-то напоминает его, давайте вот с помощью этой штучки и повторим, погнали. Оригинальный звук. Повтор. Следующий предмет, это предмет стеклянная бутылка. Так, давайте сейчас ее проверим, как она вообще бьется здесь, звук ее оригинальный проверим. Итак, вот я беру стеклянную бутылку и беру ее об землю. Проверим, в какой звук будет. Готовы? Погнали. Мы взяли именно бутылку, ну потому что все стеклянные предметы бьются с одним и тем же звуком. Ну, я думаю, в принципе, это можно повторить. У меня уже есть идея, чтобы бунемать. Погнали. Итак, друзья, вот мы с вами опять вышли на улицу, чтобы сделать звук разбивания стекла. Вот. И мы где-то вот здесь вот сейчас разобьем эту бутылку. Вот. В пакете, естественно, чтобы не гадить, не мусорить. Погнали. Главное, еще обязательно записать это все на видеозапись. Погнали. Молоток сломался. Мы записали этот звук. Идем дальше. Вот здесь вот сейчас мы с вами ее разобьем. В Т-дубль-2 это и бутылка будет из стекла. Пробую как-то либо сильно, либо... Ну, буду, короче, бить сильно. Надеюсь, она у нас не сильно порвется, когда она разобьется. Это, если что, кстати, это детское шампанское, друзья. Просто, чтобы не мусорить, мы ее сразу в пакетик обернули. Ничего не думайте. Вот сейчас вот, чуечка, вот чуечка. Сейчас с трех попыток разобью точно. Оригинальный звук. Это было очень эпично, друзья. Вам понравилось, я надеюсь, да. Следующее у нас идет водяной пи... Итак, друзья, следующим у нас идет водяной пистолетик. Погнали, послушаем, как он стреляет. И потом в реальной жизни мы используем тоже водяной пистолетик. И попытаемся повторить этот же звук нашим водяным пистолетиком. Погнали. Так, я вот беру пистолетик и мы с него стреляем. Больше похоже, знаете, когда, допустим, спускается колесо. Что-то вот наподобие, да? Как будто где-то водопад такой маленький в горах. Пойдемте повторять звук. Итак, друзья, короче, мы не смогли снять пистолет водяной, потому что проблема возникла. Он застыл, все пистолетики застыли. Так что пистолетик обламывается. Идем дальше, к дереву. И так, друзья, следующее, это деревянная стена в Мэлллайграунд. Я уже знаю, чем мы это будем повторять. Естественно, дерево. Ну, давайте послушаем, как оно ломается. Так, вот, я беру стену и кидаю ее. Погнали за деревом. Итак, друзья, вот мы с вами заходим. Там, где дерево обычно хранится. Я уже забыл, как это звук дерева. Ну, попробуем его повторить тихо. Я вспомнил. Тихо. По-моему, это не то, что нам надо. Нет. Это не то, что нам надо. Было, да? Да, там было. Вот это вот. Идем дальше. Думаю, фриз-визук получился, друзья. Ставьте лайки обязательно, потому что мы для вас очень сильно стараемся. Мороз, минус 30 дела, а мы снимаем ролик. Ждем вашего лайка и подписки, друзья. Расскажите друзьям. Погнали дальше. Вот такое видео сегодня получилось. Влепи лайк, если тебе понравилось. Также подписывайся на канал, чтобы больше не обыскать новый интересный крутой контент. Напомню вам то, что ссылочка на мой второй канал и на мой телеграм-канал в описании. Переходи, подписывайся обязательно, потому что на втором канале ты поднимешь все, максимально поднимешь все настроения. Ну, а в телеграм-канале ты увидишь много всего полезного и интересного. Ну, а с вами был я, Ладарф Плей. Давайте наберем 6 тысяч лайков, и мы продолжим что-то подобное снимать. С вами был Ладарф Плей. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok